Друзья, всем привет! Меня зовут Сотников Максим. Я проживаю в Китае уже 19 лет. Снимаю очень много интересного про Китай, новые технологии, туристическое направление, про работу, заводы и так далее. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Сегодня у нас проходит одна из самых больших автовыставок в Китае. Она проходит у нас в Шанчжэне, не меньше, чем пекинская, шанхайская. Здесь представлено очень много интересных брендов, не только китайские. Поэтому хотел бы сразу предупредить, сказать, что я не автоблогер, но постараюсь максимально интересно записать все новинки, новые, какие представлены машины. И думаю, что будет очень интересно. Ну и хотел бы сказать, что я в Китае занимаюсь в сфере услуг, такие как поиск поставщиков, инспекция товара, гид-переводчик. Поэтому, кому интересно, тоже можете написать моему менеджеру. И, возможно, даже с вами посотрудничаем. Давайте тогда приступим снимать. Здесь представлены новые Audi, BMW, китайские машины, мини-куперы и смарт. Это вот здесь только в павильоне. Таких павильонов здесь 8-9. В общем, всем приятного просмотра. Поставьте лайк, напишите комментарий. И не забываем подписаться. Мы начинаем. Новый Bentley. Выглядит, конечно, интересно. Фары необычные. Фары необычные. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Китайский Rolls-Royce Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok HQ9 Посмотрим эту машину Если она открыта Так, она закрыта Шевролет Малибу Это XL Да, после китайских машин Смотришь на такие они выглядят Прямо, не знаю, начало двухтысячных Так, следующая компания Шэнг Лан Вот не знаю, почему Китайские машины, конечно, выглядят поинтереснее Допустим, того самого Шевроле Если честно, я даже не знал про эту компанию Шэнг Лан Что это за компания такая Ох, какой экранчик Так, сядем Неплохая Экранчики интересные Так, русского языка Тут точно нету Прямо сто процентов Английский И то под вопросом Беспроводная зарядка Так, как открывается Как открывается Никак Вот это интересно, машинка Фары тоже необычно интересные Точно такая же G318 Это тоже G318 Но цвет интересный Синий Так, это уже все старое Таких, кстати, по Шэнджуне ездит Немало тут машин В основном это таксисты Слава間 Шэнджуне ездит Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Может кто знает... Это китайская или нет? Я так понимаю, что... Это тюнинг ателье. Вот кстати... Популярно покупать в Китае В-классы... И их тюнинговать под Майбах. Но вот плюс-минус то, что вы сейчас видите. Продолжение следует... 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 Но вот такое я ни разу не видел Ford и тут же сразу еще и Mustang Сегодня я снимаю не только китайские машины Такие тоже на самом деле интересно посмотреть Удлиненная какая-то Вот в Китае любят удлиненные машины Логотип интересный здесь И вот вопрос почему в наших странах очень мало вот Такого вот Ford Mustang электрического Цена в Китае 279 280 Интересная машина и недорогая Так там играет музыка Это не очень хорошо потому что видео буду добавлять на YouTube Может быть авторские права Так музыку отключил Спасибо за субтитры DimaTorzok Такая простенькая машина, но интересная. Двери открываются, интересно. Что здесь нового? Вот это уже много лет стоит, несколько точно, на выставке. Что тут, может, что-то изменили? Нет. Ничего не меняли. Какая огромная дверь. Тоже удлиненная. Говорю, в Китае очень любят удлиненные машины. Логотип. Но это уже не новая модель. Выставлялась тоже до этого на выставке. ВОЗГЛИСКУВИН КАНГЕК ПОДПИСЫВЫВАНИЕ ВОЗГЛИСКУВИН ВОЗГЛИСКУВИН ВОЗГЛИСКУВ Евген ничего нового не увидел радар интересное название 181 тысячи тут это двери легче чем у той маленькой который только что снимал что скичет это скичет но а а а а а а а Ламборгини тоже выставляется сегодня на выставке, это новый Урус, Урус SE, это интересная машина. Это уже следующее поколение после Авентадора. Киа, посмотрим, что здесь интересное есть, вот какая-то интересная машина стоит. Вот я заметил, другие машины, не китайские, еще кнопки до сих пор делают, они обычные все, вот прям супер обычные. Китайские смотришь, они очень сильно отличаются. EV6 Интересно, открыть можно? Можно. Очень приятно, пахнет внутри. Опять кнопка. Интересное. давайте посмотрим линд энд кол что у них здесь есть интересного нового так это это не новое это тоже все не новое но вот такой вот необычный дизайн 07 емпи ягуар напоминает сзади яблок 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 и вот кстати интересное решение не знаю может на каких-то машинах уже делают такие но я не видел нигде здесь делали здесь тоже но ничего не знаю я сомневаюсь что здесь будет русский язык возможно даже английского не будет но возможно может кто знает напишите комментариях интересно даже кофе можно заказать допустим едешь на машине заходишь в эту программу но видимо интернета нет а нет интернет есть 4g заказываешь кофе подъезжает ну окей в принципе можно через телефон заказать не открывает так volkswagen но пока ничего не увидел идемте дальше вот интересно машина причем она очень недорогая сколько она стоит 128000 они 148 здесь китай у нас молодежь любит покупать такую лепестки даже есть сиденье интересный она и ну и все больше нечего тут смотреть это все старое мг интересная машина но тоже ей практически уже год очень интересно открываются у нее двери электрокар так не открывается вар все надо было отойти а ну-ка дверь закрыть я так понимаю эту кнопку нужно интересно интересно на удивление багажник прям больше окей 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 красиво игуар и discovery defender land rover так это все пока старые вот тот мг он тот он прям очень сильно похож вот на именно этот ягуар хотя дешевле этого ягуара почти в три раза оттенок только спорта но в я что сейчас замену в вот я я Я понимаю, что я могу помочь мне. Вы понимаете, что я говорю中国? У меня есть вопрос. Открыть его в空, как я не могу. Я не могу. Вы из-за этого страны? Украина. 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 Здесь на английском языке. Из-за этого я не понимаю. Я не понимаю, что это было. Он сказал много, что это было. окей он спросил мне как будет на английском включить кондиционер но я английский к сожалению за а бога из так получается они привозят их без китайского языка или возможно просто там как-то надо поменять его язык так что тут еще интересного вот этот произведен в китае интересно какая цена 389 тысяч интересно так идемте дальше тут есть смарт новый смарт но пока еще не запускают нужно попозже вернуться сюда пока так засниму сдалека что тут интересного в ауди а7 л это лонг цена 666 тысяч 200 и 100 тысяч долларов почти тоже удлиненная как и говорил в китае любят удлиненные такие машины лонги цвет интересные все закрылся с и 5 так тоже китайская в китай делают вот заходишь сразу не в китайскую машину и как-то так обычно по-старому непривычно в наше время хотя машина новая цена грубо говоря 55 тысяч долларов но сойдет давайте посмотрим бмв что тут интересного есть а4 это уже старая так это опять кстати смотрите блогеры китайские как их снимают нужно брать с них пример ай пятое света интересный а 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 прикольно м4 вау вау мне кажется или фары обновленные фары обновленные обновленные м4 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 м5 м4 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 м6 м4 Продолжение следует... 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 Только вот ему можно. Вот Аккорд тоже интересная машина. Это Аккорд, да? А, нет, это не Аккорд. Извиняюсь. Но очень похож. Это что такое? О, это я. О, это я. Линкольн. Так, заходить в Линкольн будем? Или нет? Все-таки давайте зайдем, посмотрим. Гибрид. Опять кнопки. Прикольно. Какая тяжелая дверь. Вау. Так, цены в Китае плюс-минус 50 тысяч долларов. Это тоже гибрид. Так, ничего интересного. Это вообще старая. Это начало двухтысячных. А, вот Аккорд. Вот тот самый Аккорд. С подсветкой уже. Вот Аккорд мне нравится. Машина хорошая. Но вот как новая, без понятия. Но выглядит тоже интересно. Кнопки. РС-Кю-8 и Кю-8. Ох, так это же Ламборгини Уорус. Приятно пахнет. Очень много людей в Ауде. РС-7. Это дорогая. Нио. Знаете, почему здесь столько много народа? Потому что хозяин Нио, он сегодня тоже на выставке. Очень многие люди приходят сюда, чтобы его увидеть. Кстати, и хозяин Xiaomi тоже сегодня на выставке. Так, у него нет ничего нового. Сюда он с вами. Попробуем. Попробуем. так ничего нового идем дальше его наверное нет смысла смотреть уже все видели эту машину но и новинок никаких нет лексус под кому интересно я думаю много кому интересно построить лексус и x550 я уже увидел уже цену 120 тысяч долларов стоит он здесь китая опять кнопки и кран уже большой приятная кожа роль тоже приятно кнопка зажигания уже здесь необычно необычно так теперь как закрыть ладно ломать не буду оставлю так вау вау это тоже старая на тот же самый окей все идем дальше павильона 8 прошел только 3 продолжаем так давайте наверное я буду снимать только новинки x-pen что тут нового так 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 ничего так x-pen и ничего нового окей не теряем время идем дальше так мне не важно мне надо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, опять все то же самое Горячий Танк, танк 700 Танк, танк 100 Танк, танк 100 В этом павилоне очень много известных брендов Вот Лисян, Порш, Танк, Воя и так далее Но никаких новых машин пока еще не увидел Так, продолжаем В Порше прям все заходят и заходят Тут прям очередь Лотус Лотус тоже Все то же самое Тойота Танк, танк, танк 100 Так, это новый краун Так, это новый краун Там очень большой павильон Тойота Там очень большой павильон Тойоты Но в этом павильоне я не был Так, Volkswagen все то же самое Хунда Тут тоже все то же самое На венок не вижу На венок не вижу Танк, танк, танк 100 Танк, танк 100 Так, идем дальше Мерседес Мерседес Один Trek Арх Михаил Танк, танк 100 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Окей, идем дальше. Вау, это что такое? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вау Нива Прикольно Первый раз вижу Ниву У нас в Китае, еще и в Шэнчжине Если честно, тут на улице поинтереснее даже, чем внутри Такое вот старенькое Такое вот старенькое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да Это с Гонконга Гонконгские номера Окей Так В этом павильоне представлено очень много всего разного Поэтому давайте чуть-чуть ускоримся Еще раз повторяю себе, снимаем только новинки Так Это Aion Очень известная машина По Китаю таких очень много Потому что берут Такие машины только таксисты Вот у нас Весь город в Шэнчжине Вот в таких машинах Заказывайте себе эконом Приезжает она Или вот эта Так Это iCar Что тут? Так iCar Все тоже самое Но может кто не видел Давайте покажу Опять все тоже самое Большой экран Беспроводная зарядка Блин, ну ладно В общем Так, окей Идем дальше Huawei Luxit Если честно, вот эта машина выглядит очень красиво Прям Прям Мне нравится В ней все Но посидел в салоне Вот опять Экран Две беспроводные зарядки Подлокотник Все Но выглядит интересно Так Так Тут ничего Нового Или это новое? Это что? Ааа, вот это новое Окей Так Так На салоне посмотришь Потому что он там отсутствует Его там нет Так же удлиненная Хм Прямо Да Так На салоне Спис Наслил Наслил Салоне Она Корректор дайте угадаю там будет большой экран две беспроводные зарядки подстаканники и подлокотник посмотрим есть я угадал я угадал в общем все таки нет смысла снимать даже салона опять повторюсь не в обиду можешь кому это не понравится и отсутствие кнопок тут вообще кнопок нет а 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 Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok